Уважаемые коллеги, но если вспомнить, что мы в мире 20 лет назад, было очень просто на химиотерапию. Диагноз рака легкого предполагал одну схему, мы могли не думать даже, даже можно было не определять, мелкоклещный или не мелкоклещный. Платином эта позиция, кроваводка и все возможности. На сегодняшний день действительно уже схема лечения напоминает у нас схему токийского метро, и действительно, если все смотреть, рассуждать, не хватит часа. Мы будем касаться только ИДЖФР позитивного, АЛКРОС позитивного, БИРРА позитивного рака легкого. В этой лекции, той небольшой части, которая занимает очень маленькую часть этой таблицы. И, конечно же, говоря о миококлещном раке легкого, надо, конечно, помнить, что это очень гетерогенное заболевание. Это, конечно, группа различных заболеваний, и часто мы видим очаги в разных отделах легкого, которые зачастую это делом даже не метастазы, а в разных раках. А если это не даже метастазы, то это могут быть разные уровни, как и таргетные направленности, так и разные уровни ПДЛ в этих очагах. Поэтому, конечно, нам нужно очень-очень тщательно подходить к оценке этой опухоли, брать биопсию по возможности всех очагов, брать биопсию по возможности в процессе лечения, и помнить всегда, что действительно это у нас не какая-то незыблемая, а постоянно меняющаяся структура, не имеют отличный рак легкого. Если говорить о плоскоклеточном, то тоже здесь есть определенные у нас уменьшения, таргеты. Но пока они все находятся в стадии клинических исследований. Конечно, в первую очередь нас интересует аденокарцинома. Две самых известных мутации вы хорошо знаете. Это 2004 год ИДЖФР, 2007 год АЛК. И на течение рака легкого, связанного с этими мутациями, уже очень много-много работы, очень много-много докладов. Поэтому, конечно, менее изучены, более редкие мутации. И вот здесь они хорошо представлены, на этом слайде. ИДЖФР мы уже имеем целый ряд препаратов. Это известный вам гефетиниб, арлотиниб, афетиниб. И появившийся недавно у нас осимертиниб. Другие препараты еще, так сказать, в России не зарегистрированы. АЛК-мутация. Это, опять-таки, хорошо известный вам кризетиниб, алектиниб, серетиниб. Тоже препараты, которые разрегистрированы в России. И препараты, которые мы ожидаем. Это лорлотиниб, апретиниб. Далее РОС-1. Опять-таки, кризетиниб. И целая серия препаратов, которые у нас в ближайшее время будут зарегистрированы. На сегодня у нас кризетиниб и серетиниб. Зарегистрированы для лечения РОС-1. И БИРАФ. Четвертая локализация. Четвертая, вернее, драйверная мутация. Которая на сегодняшний день имеет зарегистрированные в России терапию. Которая включается в алимпрофенит и в алимпрофенит. Ну, Константин Константинович очень подробно в первой лекции показал перспективы, которые мы ожидаем. Я тоже, так сказать, немножко сакцентирую на это внимание. Более редкие мутации. Но, тем не менее, эти редкие мутации, например, как медмутации, она, например, со временем лечения увеличивается. В частности, при прогрессии на лечении ЭДЖФР положительного рака и легкого. Количество этой мутации увеличивается. То есть, с одного-двух процентов иногда до 13. И более того, если мы возьмем группу больных, скажем, старше 70 лет, то даже изначально у этих пациентов частота этих мутаций будет приближаться уже к 10%. И по нашим данным, то, что мы получили, изучают. Далее, значит, такая редкая мутация, как ДИАИ-3. Тоже, так сказать, встречающаяся редко при раке легкого, но он только что был зарегистрирован в Америке. Препарат Компиония Навартис, который показан при раке молочной железе. Здесь эта мутация. А там уже 40% гормонопозитивного рака. В общем-то, наверное, в ближайшее время мы будем и при раке легкого искать эту мутацию. Ну и те же самые редкие мутации, такие как НТРК-1, РЭД, МЕК. Даже, думаю, в ближайшее время мы получим какие-то новые препараты для лечения рака легкого с этим драгом и мутацией. Сегодня мы не будем много говорить об ангиогенезе, потому что тоже таргетная терапия включает себя ангиогенеза. Это Биотузумаб, это Рамусурумаб, это не антидонит. Это препараты, которые хорошо себя зарекомендовали как в сочетании с химиотерапией, так и хорошо себя зарекомендовали с таргетной терапией. В частности, для лечения GFR положительного рака легкого. Если в целом оценить возможности лечения пациентов с драйвными мутациями, то этот слайд хорошо показывает, что наличие этих мутаций увеличивает выживаемость в среднем до 3,5 года по сравнению с теми случаями, когда они отсутствуют. Мы можем брать материал для исследования в различных средах. Это, как правило, биопсия, не более традиционный способ. Но возможно также, конечно, использование и плазмы, и образцов мочи, и спинномозговой жидкости. О этом тоже не следует забывать, особенно когда у нас есть проблемы с биопсией. Начнем с мутации GFR. Достаточно уже, так сказать, известно препараты, которые применяются. Это перлотениб, это афотениб, гифотениб. И на сегодняшний день относительно новый для нас препарат – это осимертениб. И самый вопрос, который на сегодня остается актуальным, это последовательность применения этих препаратов. С чего начинать? Начинать с первого поколения, переходить на последующее. Мы получаем выживаемость порядка 20 месяцев. Если мы начинаем только со сомертенибы, мы можем получить сразу, сжимаясь без прогрессии, 19 месяцев. Поэтому вот эти два составения сопоставимы. Но в то же время, если мы начинаем со второго поколения, особенно если мы можем добавить туда еще ингибиторы ангиогенеза, то, наверное, мы можем выиграть еще больше. Потому что, как было показано в различных исследованиях, применение различных методик, включая утилитеркалирующие резюмы с химиотерапией, применяя использование ингибиторов первого или второго поколения, в сочетании с ингибиторами ангиогенеза, дают выживаемость без прогрессии где-то 14-19 месяцев. И, соответственно, если мы будем добавлять туда осомертениб уже на третьей линии, то мы получим большой выигрыш. В то же время, если мы нажимаем осомертениб в первой линии, то мы, наверное, немножко отдаляем возможность прогрессирования вследствие развития мутации Т790М. И, соответственно, тоже часть больных, которые у нас не доходят до второй-третьей линии, получаясь на первой линии, тоже получают какие-то преимущества в этом плане. АЛК? Ну, во-первых, конечно, как выбрать больного АЛК? Не имеют только клинические какие-то данные. Как правило, это не курящий пациент. Как правило, средний возраст составляет 55 лет. Это молодые пациенты. И если искать их не во всей популяции больных, где мы можем найти их около 5%, а искать их среди молодых, не курящих и пациентов, которые ИДЖХР отрицательные, то, конечно, мы можем находить их уже каждого третьего. Поэтому, конечно, я думаю, что в Российской Федерации этих пациентов достаточно много. И большинство из них, так сказать, все-таки выпадает из нашего поля зрения. Потому что, судя по тем статистическим данным, которые мы имеем, где-то в год у нас диагностируется по различным, так сказать, данным около двух слов больных с АЛК-мутациями. В то же время, конечно, должно быть где-то, может быть, больше, даже, так сказать, раз в 5. Опять-таки, мы имеем целый, так сказать, ряд препаратов для лечения АЛК-позитивного рака лёгкого. Это алектиниб, тригантиниб, сиретиниб и кризетиниб. Первый был исходный аппарат кризетиниб, который появился в России. На сегодняшний день у нас зарегистрированы три препарата. Это кризетиниб, сиретиниб и алектиниб. Как видите, из рекомендаций американских, все четыре препарата имеют, так сказать, право на назначение в первой линии при диагностике АЛК-позитивного рака лёгкого. Соответственно, и в России имеются на сегодняшний день такие же показания. Несколько данных по исследованиям, которые были проведены в международном исследовании в мире. В частности, АСЦЕН-4 – это исследование, которое сравнивало применение сиретиниба с химиотерапией. Сиретиниб принимался в дозе 750 мг. Как видите, из этих кривых по сравнению с химиотерапией получилось выживаемое без прогрессии лучше в два раза. Соответственно, при непрямом сравнении с ретинибом с кризетинибом было показано, что клиническая эффективность лучше в полтора раза. И выживаемость была лучше как при применении у больных без метастазов головной мозг, и с метастазами головной мозг особенно, поскольку препарат очень хорошо проникает в головной мозг. И обусловлено, конечно, вот это преимущество было тем, что в доклинических исследованиях ещё было установлено, что циретиниб в 20 раз по эффективности, по силе превышает кризетиниб. Это было показано на доклинических моделях, и в то же время достаточно препарат хорошо переносится. И снижение дозы с 750 мг до 450, которое было показано вот в этом исследовании, показало, что вот меньшая доза, она обладает такой же эффективностью, как и 750, но в то же время гораздо меньше вызывает побочных эффектов, таких как тошнота, рвота, основные желудочно-кишечные расстройства, которые возникают при приеме этого препарата. И, соответственно, уменьшение этой дозы, которая также была уже зарегистрирована как официально, помогает применять хорошо препараты у пациентов. Здесь как раз представлено уменьшение количества осложнений в зависимости от дозы. Как видите, 3 дозы использовались, 750 – это была доза изначально, впоследствии, так сказать, она была в исследовании снижена, и на сегодняшний день, конечно, доза 450 мг один раз в сутки является стандартным. Вторая линия терапии, то же исследование, то же следующее, асцент-5, показало, что тоже серетиниб по сравнению с химиотерапией имеет значительное преимущество, и даже в случае, так сказать, прогрессии назначения этого препарата, скорее даже не назначения, а не отмена этого препарата, она приводит к тому, что у пациентов продлевается время до значимого ухудшения состояния. Видите, 14-12, после 7,8 месяцев – это те цифры, которые будут показывать преимущество серетиниба перед химиотерапией. И опять-таки, рекомендация ООР, и первая, и вторая линия, серетиниб и призетиниб на сегодняшний день являются предпоказанием препарата, но стоит отметить еще фармакоэкономическую сторону. На сегодняшний день применение серетиниба более экономически выгодно по сравнению с другими препаратами, потому что по стоимости, так сказать, на месяц лечения наименьшая цена именно у серетиниба. Ждем мы еще следующие препараты. Мы ожидаем бригантиниб, который на сегодняшний день есть в расширенном доступе в Российской Федерации, и у нас в клинике на сегодняшний день лечится около 20 больных, которые получают бригантиниб во второй линии. Как вы помните из первой сегодняшней лекции, бригантиниб был именно тот препарат, который во второй линии показал наилучшие показатели. И, соответственно, мы ждем еще препарат третьего поколения. Все предыдущие препараты имеют второе поколение, а лорелесниб – препарат третьего поколения. И на сегодняшний день также завершается расширенный доступ в России. По этому препарату имеется уже достаточно большой накопленный опыт его применения. И мы ждем результатов третьей фазы, которая проходит сейчас во всем мире, в том числе и в России эти больные. И мы надеемся, что этот препарат тоже будет в России зарегистрирован. Он отличается тоже очень хорошим проникновением через гематоэнцефалический барьер и очень показан для пациентов, у которых есть метастазы в головной мозг. РОС-1. РОС-1 – это тоже достаточно редкая мутация, где-то 1% больные. Клинически очень схожи с больными ЛК-позитивными. И препаратом выбора тут также является кризотениб и церетениб. Около 19 месяцев выжимаем из беспрогрессии. При этой патологии тоже достаточно высокие цифры. В частности, при РОС-1 на кризотениб, цифра даже в два раза выше, чем при ЛК-позитивном раке легкого. Но вот два препарата, которые на сегодняшний день в России зарегистрированы, они как раз эффективны именно при этой локализации. БИРАФ ВИ-600 – тоже достаточно редкая мутация, которую, вы хорошо знаете, нам сейчас чаще встречается при меланоме. Может быть, чуть реже при раке толстой, пешкой, ну и совсем, так сказать, достаточно редко все-таки при раке легкого. Но, тем не менее, такие пациенты есть, они уже появились в нашей практике. И комбинация доброфениба и трамитиниба здесь тоже, так сказать, достаточно эффективна. И следует отметить, что, конечно, очень важно диагностировать этих больных на ранней стадии, потому что больные, которые не получали еще химиотерапию, они лучше отвечают на таргетную терапию. И, как видите, непредлеченные пациенты, они обладают лучшей выживаемостью по сравнению уже с тем больным, которые получили несколько курсов химиотерапии. Метмутация. Тоже данные, которые только что были опубликованы на АСКО. Это исследование второй фазы, геометрии. Они касаются больных, у которых есть метмутация. И, как видите, эти пациенты достаточно плохо отмечают как и на химиотерапию, так же плохо отмечают и на иммунотерапию, несмотря на то, что у них может быть высокий уровень ПДЛ, может быть, есть экспрессия, высокая мутационная нагрузка. Но, тем не менее, ответ на стандартное лечение достаточно плохое. И именно лечение с помощью таргетной терапии является на сегодняшний день выбором для этих пациентов. Капмоптениб, препарат, который в настоящее время завершен во второй фазе, и начинает исследоваться в третьей, это один из нескольких цемет-ингибиторов на сегодняшний день. Видите, целая линейка, которая действует на мет, из них известный вам препарат кризотениб. И, в принципе, мы имеем в своей практике случаи, когда мы назначаем кризотениб при выявлении метмутации, и такие пациенты отвечают на кризотениб. Но, тем не менее, видите, по цифрам, на которые требуется минимальная концентрация для ингибиции этого рецептора, очень-очень достаточно низкая концентрация. То есть капмоптениб на сегодняшний день один из самых сильнейших мет-ингибиторов. И сильнейший за счет того, что он действительно очень селективный и воздействует именно на мутацию этого мета. Очень много было в прошлом исследовании по метмутациям. Наверное, помните, хорошо были клинические исследования с препаратом Тивотениб, были исследования с моноклональным антителом фирмы РОЖ, которые применялись при различных гиперэкспрессии метрецепторов. Но вот последние исследования именно показали, что вот именно вот эта мутация, то есть в делеции, в 14-м их зоне, она является определяющим для эффективного лечения, танкетного лечения этих больных. И вот уже применяя эту терапию, мы можем получить эффект. Два слова о вот этой исследовании второй фазы. Было несколько когорт, как я уже сказал, в одних когортах была амплификация геномеда, а в других именно делеция. И вот именно те когорты, четвертые и пятые, где было делеция, отличались не только тем, что в одной когорте были больные уже, которые получали химиотерапию, а в другой, которые не получали, отличались. Именно та пятая когорта, где больные были первичные и не получали до этого химиотерапию, у них как раз отмечался самый выраженный эффект. Видите, этот водопад с достаточно выраженным частичным ответом. 72% — это очень высокая достаточная цифра для таргетной терапии циметопозитивного рака легкого. И будем надеяться, что третья фаза тоже, так сказать, подтвердит эти данные. И мы уже тоже нашу таблицу, которую мы тщательно, так сказать, добавляем каждые несколько месяцев новые и новые тесностройки, помимо EGFR положительного рака, ALF положительного рака и ROS1 и BIRAP добавятся еще. Ну и еще раз хочу обратить внимание на все-таки возможность использования комбинации биоцилмазумаба или других антиангигенных препаратов с ангибиторами тирозинкиназа. За счет вот этого сочетанного синергического действия мы можем увеличить данные по выживаемости наших пациентов. И в заключении выводы по нашему сообщению, как видите, таскетаргетная иммунотерапия достигла определенных успехов. Остаются вопросы последовательности применения различных препаратов, остаются вопросы комбинированных режимов. И, конечно, нам нужны постоянные данные по изменению опухоли, по изменению патоморфоза, поскольку в процессе лечения может меняться уровень ПД, может меняться экспрессия различных драйверных мутаций. Поэтому нам нужно постоянный контакт с хирургами, морфологами, именно мультидисциплинарная команда, которая, включая всех этих специалистов, позволит добиться наилучших вариантов. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, есть вопросы к Сергею Владимировичу? Будьте добры. Мой вопрос. Комбитация у вас согласна. Довольно эффективно, это правда, что есть дистанция в регионе до прогрессирования. А что во второй линии? У нас есть доступ к лектинибу, а уролокингибу, что нет? Что бы было в генетерапии, что бы в вашем предложении по второй линии терапии? Все, кроме лектинибу. Поскольку лектиниб единственный препарат, который не действует на РС-1 из алк-ингибиторов, то, наверное, можно попробовать с любой прибор, что есть. Да, у нас есть опыт лектиниба применения при РС-1. У нас есть три больных, которые получают лектинибу. Да, эффект есть, пока больные без прогрессии уже где-то около года. Продолжение следует...